Слава Украине! Привет всем от Полонского! Сегодня очень интересное заявление на День Незалежности Украины сделал президент Зеленский и оно наделало много шуму. Дело даже не в не в самом поздравлении, а в том, что там было сказано. Прежде всего два момента очень интересных, даже три. Начнем с официального. Ну там присвоены очередные воинские звания, что очень приятно, Сырскому, Гнатову и Баргилевичу, по-моему. То есть им следующие генеральские звания присвоены. Окей, это официальная часть, но был еще один очень интересный момент. Зеленский высказался по поводу Путина. Цитата. Вы только послушайте, что она говорит. Не будет больной дец Красной площади, которая постоянно угрожает красной кнопкой диктовать нам какие-то свои красные линии. Конец цитаты. Которые превращаются в коричневые. Ну честное слово. Сидит какое-то чмо. Чмо сидит в Кремле. Плешивая. Трусливая ручки. Вот эти, помните свои, как оно там эти свои часики снимало с пареляку? Там оно испугалось четырех этих маджахедовчик. Кто они там были? Этой колонии, господи, прости. В Волгоградской. Как его все перекосило. А помните его морду, когда вот этот вот свет погас в зале? Он такой вот сидит, смотрит. Блин, кому ты собрался что диктовать? Против кого ты, кажется, на кого ты батон крошишь? Начал он СВО. Ну шо? Как СВО там? Ничего не жмет в пояснице? И ниже поясницы, да? Да, вот это Зеленский имел в виду. Кто ты такой вообще, что нам будешь какие-то свои условия диктовать? Господи, прости. И всему остальному миру, кстати, тоже. Сейчас все смотрят на этого Путина несчастья. Вот это вот недоразумение человеческое. И вот это мы его боялись. Это как таракан, таракан, тараканище. Помните, как он всех запугал, запугал. Потом прилетел воробей, склевал его. Ну вот это из этой же оперы. Да, это один момент. Второй момент. И очень интересный момент. Серьезно, ребята, это новое оружие. Новый вид оружия, который сегодня применили по оккупантам в одном из районов Украины. То есть в оккупированной части Украины. Против расистов сегодня было применено новое оружие. Ракета-дрон. Такого нет ни у кого в мире. Это новая абсолютно вещь. Новая разработка. Прекрасно долетела до цели. Лупанула. Цель была уничтожена. Да. И, кстати, сегодня в Воронежскую народную что-то там тоже пролетало. Но я не знаю, что она там прилетала. Одни говорят, ракета-нептун. Другие. Рашисты говорят, какой-то дрон пролетел. Что она туда прилетела, понятия не имею. Да. Но вот эта ракета-дрон, она пролетела именно по временно оккупированным территориям Украины, где сидят сейчас путинские вот эти бандиты. Да. И удачное применение, слава богу, в боевых условиях. Это хорошо. Всегда новое оружие, что-то новое. Рашисты не будут знать, что с ним делать. Что воно таке взагалі, да. И самое интересное, друзья мои, это его название. Вот его название, это будет сейчас у них, знаете, такой ликбез по украинскому морю. Потому что воно называется Поляниця. А воно же не один москаль. Жоден москаль такого не вымовить никогда в житте. Да. Вот это скажи Поляниця. Он будет Поляниця. Поляниця. Они язык себе сломают. Но не скажут. Не скажут, да. Помните, их когда-то отлавливали в Киевской области, когда они уже драпали. А сейчас пыталась зашхериться, как-то там закосить под местных. Ну и потом тоже сделать ноги. Вот. А их все очень просто. Ну скажи Поляниця. А оно начинало там городить. А оно иди сюда. Иди сюда, москалыку. Да. Иди сюда. Вот. Так что, да. Мне просто интересно, как у Олечки Сливного Бачка. Они сегодня там будут это все рассказывать. И я там им по башке Поляниця прилетила. Да. Это будет очень, кстати, интересный момент. Да, друзья мои. Так что вот три момента. Звание званиями. Кремлевский дед кремлевский дед, как говорится, кремлевским дедом. Вот. А Поляныця Поляныцей. Да. Так что вот не исключено, что кремлевскому деду прямо по коричневой линии Поляныцей прилетит.